Около 32 километров шикарных отротраченных трасс, современная горнолыжная инфраструктура имеющая 28 склонов и 17 подъемников разного типа, фешенебельные отели и много всяких зимних активностей от катка до параплана. Помимо всего этого, много солнца, отличный сервис, отсутствие очередей на подъемниках, шикарный спа-центр и очень-очень вкусная еда. И все это курорт Шахдак, Азербайджан. В этом видео вас ждет полный обзор курорта с разбором горнолыжной инфраструктуры, отелей, трасс и во сколько здесь обойдется ваш отдых. Шахдак Шахдак достаточно молодая и малоизвестная горнолыжная точка на карте постсоветского пространства, расположенная в Азербайджане. Всего лишь 2,5 часа лета прямым рейсом из Самары и ты в Баку. В городе с богатой историей, теплым климатом, потрясающе вкусной едой и главное, добрыми и гостеприимными людьми. Нам предстоит двухчасовая поездка из столицы Азербайджана до горного района Шахдак, где мы и проведем три активных горнолыжных дня. А мы, это я и мой постоянный спутник, моя любимая ненаглядная супруга, Света, которая является и оператором, и моделью, и имиджмейкером, и главным тормозом во время бесконтрольного заказа еды. Как видите, прилетели мы налегке, потому что на курорте есть и аренда лыж, и сноубордов, и прокат коньков, но об этом немного позднее. Грузимся в машину и поехали. Добраться до Шахдага можно несколькими способами. Самый простой – на такси. Если добираться на такси из аэропорта Баку до Шахдага на новом Баклажане, пятиместном, сказали, новой модели, то это будет стоить в районе 150 долларов. Но если вы скажете, ты что, брат, я каждый месяц туда-сюда езжу, давай нормальную цену, то вас отвезут за 100 долларов, что составляет порядка 9000 рублей. Уже приятнее. Если вы хотите еще более бюджетно добраться, то вам нужно на такси примерно за 20 монат, а это около 1000 рублей, добраться до центрального автовокзала и оттуда уехать на рейсовом автобусе до населенного пункта Гусар. Цена билета составит 4 моната на человека, что выйдет вам в районе 200 рублей, а уже из Гусар добраться до Шахдага снова на такси, за который вы выложите порядка 1000 рублей. Таким образом, на дорогу вы потратите на одного человека примерно около 2200 рублей вместо 10 тысяч рублей. Автобус ходит ежедневно каждые полтора часа в дневное время суток. Можно еще, конечно, арендовать авто, но сколько это будет стоить, я не уточнял. Всем, кому это интересно, интернет вам в помощь. Дороги супер у нас. Ремонт хороший у нас, смотрят за дорогами. Это наш водитель Серхан, который с удовольствием делился с нами полезной информацией. Ну вот, например, сколько стоит топливо. Дизель 80 копеек, бензин 92 монат. То есть дизель у вас дешевле... Сначала мы видим Каспий и равнинные просторы, очень похожие на Астраханские и Калмыкские степи. Села здесь по виду очень бедные. И вот такие заводики, производящие бетон, здесь не редкость. Дорога идет вдоль железной дороги, по которой частенько проносятся товарники с цистернами. Да и не мудрено, это ж Азербайджан нефтяное государство. Наш путь лежит в сторону границы с Дагестаном. И первый большой населенный пункт на нашем пути – город Губа. Или как его звали еще с советских времен – Кюба. Кстати, напишите в своих комментариях, как все же правильно – Губа или Кюба. Проехав город, мы движемся в сторону Гусар. По обеим сторонам дороги яблоневые сады. Много садов, мы въехали в яблочный регион. Появляются горы, и теперь мне становится понятным, что мы скоро достигнем цели. А пока любуемся невероятным закатом. В итоге путь наш составил около трех с половиной часов. Если честно, я был удивлен, что из пустынного предгоря с достаточно простой инфраструктурой я очутился в современном оазисе с красивой площадью, шикарными отелями и праздничной иллюминацией. Из трех отелей, расположенных на этой территории, мы выбрали отель «Шахдаг». И этому есть объяснение. Во-первых, как я понял, этот отель самый близкий к подъемникам. То есть, выйдя из отеля, вы можете одеть лыжи и сразу поехать. И именно здесь расположен самый модный спа-центр на курорте. Идем заселяться. Ну что, два часа дороги превратились на самом деле почти в три с половиной, но дорога была великолепной. И, наконец-то, мы добрались до «Шахдага» и приехали в отель. Пойдемте заселяться. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в «Шахдаг-отель». Спасибо. Хорошего отдыха. Спасибо вам. Теперь самое время узнать, что из себя представляет номер в гостинице «Шахдаг». Погнали на рум-тур. Так, заходим. Перед нами сразу уютный коридорчик, по правую сторону которого находится большой шкаф-купе. Здесь есть зона с халатами, под всякие вешала. С этой стороны располагается зона для горнолыжных вещей, потому что здесь есть батарея. И когда вы мокрые придете, здесь можно вашу промокшую одежду подсушить. Ну и, собственно, сам номер, сама спальня. Стандартная двухместная кровать в красивом интерьере. Светильнички, тумбочки, зарядные устройства удобные, выключатели света. Зона регулировки климата. В данный момент работает воздушное отопление. Температуру можно выставить. Также присутствует чайная зона. Здесь есть чайник, кофемашина под капсулами эспрессо. Телевизор, тумбочка, зона наведения макияжа. Для моей ненаглядной есть вот такое удобное кресло. И атаманка. Здесь вы можете вот так вот расположиться и наслаждаться знаменитыми азербайджанскими фруктами. Номер очень просторный. По ощущениям здесь, ну, наверное, метров тридцать. Да, и в номере есть своя веранда. Пойдемте посмотрим. О, какой вид. Вид с нашей веранды выходит на центральную тусовочную площадь, я так понимаю. Потому что здесь есть какая-то зона катка, которую сейчас заливает. Здесь написано 2024. Значит, это точно основная площадь. Ну, открывается вид на променадики, на какие-то лавочки, магазинчики. И отсюда вижу, что есть пункты проката, спортивные магазины. Ну, в общем, сейчас все исследуем. Но вид потрясающий. Так, ну, теперь давайте посмотрим, что из себя представляет санузел. Ну, во-первых, что радует, санузел большой. И отделена зона клозета, так сказать, от зоны душевой. И здесь есть ванная. Очень здорово, когда в горнолыжных отелях есть ванная. Потому что иногда хочется просто полежать в тепленькой водичке. И за что я люблю мусульманские страны, так это за их туалеты. Потому что здесь есть гигиенические души. Алло, служба по борьбе с привидениями? После заселения осматривать отель уже не было сил. Их хватило лишь на ужин. Но дабы сразу вас не бомбить сочными кадрами невероятной азербайджанской кухни, я решил вынести всю гастрономию в единый блок. И там точно заставлю вас побежать к холодильнику, даже если вы только что откушались. Поэтому на сегодня все. Идем бай. Утренний таймлапс – это уже традиция. Тем более зимой не надо вставать в 4 утра. Итак, новый день. И судя по чистому небу и солнышку, он будет теплый и очень спортивный. Следующая часть моего видео-повествования целиком и полностью будет посвящена горнолыжной инфраструктуре курорта. Сначала давайте раскроем один важный момент по локации. Отель Шахтак, в котором мы остановились, и еще два находящихся рядом – Пик Палас и Парк Шале – находятся как бы посередине курорта. То есть, выйдя из всех этих отелей, можно спуститься в самый низ, а можно и подняться на самый верх. На нижнем плато расположен отель Зерве. Здесь также сосредоточена развитая горнолыжная инфраструктура. С нее-то, пожалуй, и начнем. Мы спустились вниз, к подножию горы Шахтак. Здесь расположена большая парковка, куда в основном и приезжают массовые туристы. Здесь расположился трехзвездочный отель Зерве. Тут также есть пункт подъема на вот эту американскую горку. Вы можете подняться и спуститься, либо можете просто подняться. В общем, все для вас, дорогие гости. Приезжайте, останавливайтесь. Да, а мы сюда идем, чтобы посетить пункт проката и выбрать себе снаряжение, на котором, собственно, будем и кататься. Перед поездкой в Шахтак и покупкой всей необходимой горнолыжной экипировки, я внимательно изучил этот вопрос и понял, что все товары, необходимые для активного отдыха, можно купить в одном месте. На маркетплейсе Мегамаркет можно найти любые товары с бесплатной доставкой, а также там действует кэшбэк аж до 70% в бонусами Сберспасибо, которыми можно оплатить до 99% от стоимости вашей следующей покупки. А еще в приложении Сбербанк Онлайн можно найти приятный промокод на первый заказ на Мегамаркете до конца февраля, который позволит значительно сэкономить, ведь он дает скидку аж до 12 тысяч рублей. Столько же стоит скипас здесь, в Шахдаге, на двоих на три дня. Представляете? Заходим в приложение Сбербанк Онлайн. В правом верхнем углу нажимаем корзиночку. Выбираем баннер «Скидка до 12 тысяч рублей». Открываем и копируем промокод. Кстати, этот промокод доступен для новых клиентов Мегамаркета и действующих держателей карт Сбера со скаченным приложением Сбербанк Онлайн. Далее переходим в приложение Мегамаркета, регистрируемся там и кладем необходимые товары в корзину. Это могут быть товары любой категории. И горнолыжная экипировка, и бытовая техника, и продукты, да что угодно. При оформлении заказа не забудьте применить скопированный ранее промокод на скидку. Переходите по ссылке в описании и совершайте приятные выгодные покупки на Мегамаркете с кэшбэком до 70% и промокодом на скидку до 12 тысяч рублей на первый заказ. Ну что ж, шапочку и очки выбрали. Теперь можно и лыжи с ботинками подбирать. Мы пришли в пункт проката лыжного оборудования. Сейчас идет регистрация, потому что мы должны свой рост, вес, свои данные, фамилии. Все автоматизировано, все четко. Ребята помогают, оборудование новое. Чтобы не было вопросов, сколько стоит здесь в Шахдаге аренда лыжного оборудования, скажу так, что за две персоны на три дня нам вышло 340 монатов. Умножаем на 50 и получаем цифру. Получается, здесь нам на нашей карте регистрируют цифровые замки от локера. Туда складываем свои ботинки. Вот здесь получаем лыжи, соответственно, по этой же карточке, а вон там получаем ботинки. Все, ребята, 10 минут, и вы полностью экипированы. Вы видели, какой сервис? Все, помогли, одели, застегнули, дали четкие указания, что дальше делать. Но просто сервис на высоте, такого я, если честно, еще нигде не видел. Хотя покатался я и в Италии, и на русских горнолыжных курортах немало. Также хочу отметить, что и в нашем отеле есть такой же отдел спортсистем, где есть все то же самое. Здесь даже вы можете взять прокат и шлем, и горнолыжный костюм. Собственно, все. Вы можете сюда приехать джинсов и рубашки, грубо говоря, и полностью экипироваться. Очень уважаю отели, где есть лыжные комнаты. Во-первых, это удобство для вашего переодевания. Во-вторых, здесь можно хранить ваши лыжи, ботинки, которые после активного дня катания могут издавать потные запахи. Поэтому здесь все цивильно. Вы прикладываете карточку, задаете номер вашего шкафчика, он открывается. Вы спокойно здесь переодеваете, снимаете ботинки, одеваете горнолыжные ботинки. В общем, все очень чинно. Ну и, конечно же, внизу у отеля Зерве и в нашем отеле Шакдаге имеются лыжные школы, где вам без проблем подберут профессионального инструктора по лыжам или сноуборду, который вас лично научит кататься, либо повысит ваш уровень катания. Именно для последнего мы взяли себе инструктора. Здрасте. Сергей. Магомед. Очень приятно, Магомед. Приятно. Вы наш гид? Да. Супер. Стараемся быть. Мы решили немножко попарствовать и, так сказать, позволили себе внедрение в горнолыжный курорт Шакдаг с помощью профессионального гида Магомеда. Магомед будет нашим, так сказать, здесь путеводителем, помощником оператора и, так сказать, гидом по этому замечательному солнечному курорту. Осталось купить скипасы и можно идти кататься. Скипасы продаются как внизу у отеля Зерве, так и при лыжной школе в отеле Шакдаг. Также у гондольного подъемника тоже есть своя касса и на автомобилях можно подняться прямо туда. Там есть своя парковка. Стоимость скипаса на день составляет 42 моната и в рублях это около 2200 рублей. Лучше скипас брать сразу на весь период вашего пребывания, так как это будет дешевле. Ну, например, наши скипасы на 3 дня стоят 98 монат, что в рублях составляет около 5000. То есть всего 1700 рублей в день. Это гораздо дешевле, чем на многих российских лыжных курортах. Теперь все готово, идем на подъемник. И пока мы будем ехать, я вам немного расскажу про трассы, их классификацию и подъемники. Пятница. Народу никого, ребята. Вы представляете, что сейчас творится на Красной Поляне, где-нибудь в Банном, в Абзаково, в Архизе, на Домбае. Просто Атас. А здесь народу вообще никого. Это карта склонов Шакдага. Впечатляющий диапазон высот от 1435 до 2552 делает Шакдаг идеальной площадкой для любителей горнолыжного спорта. Этот зимний комплекс может похвастаться вместимостью пассажиров 25 тысяч лыжников в час. Именно поэтому за 3 дня катания мы не стояли в очередях на подъемниках от слова совсем. На 32 километрах местности располагается 26 склонов, подходящих для всех уровней подготовки, от новичков до опытных профессионалов. 17 подъемников обеспечивают быстрый и удобный доступ к склонам, что делает Шакдаг идеальным местом для тех, кто ищет острых ощущений на фоне потрясающих кавказских гор. Разминочка с легенькой зелененькой трассочки. Поехали. Ну конечно, после перерыва в один год глупо лезть сразу на черные трассы. Поэтому разминаемся по одной из простых трасс, коих здесь имеется большое количество. И все гости с начальным уровнем катания будут здесь себя чувствовать вполне комфортно. Вот твоя трасса. Твоя? Ну здорово. Да, помимо простых трасс есть и учебные. Соответственно для них есть свой бугельный подъемник и траволатор. Склоны очень пологие, для обучения самое то. Снова вверх, осматриваясь и изучая склоны. Поражает отсутствие людей. Как будто все только для тебя. Здесь много туристов. В основном по их лицам понятно, что это Иран, Индия, Пакистан. Вот они приехали сюда без лыж, просто погулять, посмотреть, побалдеть. Эх, зря они не катаются. Это ж такой кайф. Следующая трасса несколько длиннее предыдущей, но также несложная. О, ребята, кайф. Вообще просто кайф. Трасса пустая, никого нет, не разбитая, титик нет. Обалденно. И теперь мы переходим к другому типу подъемников, к гондольному. И уже немного размявшись, забираемся повыше. Ну как вам, нравится? Да, очень. Супер. А вам? Она вообще супер. Народу нет. Здесь первый раз? Да. Мы тоже. А откуда вы? Мы с Самарой. И мы с Самарой. Да вы что, ладно. Прикольно. Только сейчас встретили своих земляков на подъемнике, тоже Самары. Тоже им все нравится, они довольны максимально. А сейчас идем в кабинки и поднимаемся наверх. Да, пообщавшись с гостями курорта, я понял, что здесь очень большая международная солянка из представителей Ближнего Востока, Средней Азии, Индии, Пакистана, Англии, Германии, Франции, ну и конечно же россияне. Которых уже около 60% от общего количества посетителей. Вот этот паренек из Амана. И мы с ним с удовольствием пообщались, пока поднимались на подъемнике вверх. Что ты можешь сказать по поводу гор в Азербайджане? О, круто, здорово. И отели прекрасные. Сколько раз ты здесь уже был? Это мой первый раз. Обычно я езжу в Бурсу, Турцию. Но здесь лучше, Бурса переполнена. А где тебе больше понравилось? Здесь. Отели лучше, снег хороший. А как тебе еда? О, еда просто фантастика. Здесь много интернациональных блюд. Тогда почему у тебя такой маленький живот? У тебя тоже. Здесь все сгорает. Спасибо. Было круто. Вообще атмосфера здесь очень дружелюбная и кайфовая. Все друг другу рады и очень учтивы. Если сравнить Шахдак с моим любимым регионом катания Доломитами, то там регулярно возникают какие-то неудобные ситуации то на склонах, то на подъемниках с европейцами. Потому что они, кроме себя, вокруг никого не видят. На этом подъемнике вы можете подняться на самый верх на высоту 2351 метр. По пути будет промежуточная остановка для того, чтобы погонять по красной трассе. И скоро мы по ней вжарим. Но пока поднимаемся дальше на вершину. Тему ресторанов и остального интертеймента я буду раскрывать во второй части. А сейчас обкатаем верхотуру курорта, а потом спустимся вниз. Эти высокогорные трассы тоже не сложные и не длинные. Они носят локальный характер и в такую жаркую погоду они, наверное, больше всего подвержены солнечному воздействию. И как результат, снег на них быстрее остальных превращается в кашу. И вообще, к слову о погоде, мы, наверное, попали в аномальную жару. Ибо обычно здесь температура гораздо ниже. По ночам около минус 5-10, а днем немного с плюсом. Но в наш приезд все было иначе. Днем на солнце температура доходила до плюс 13 градусов. А на солнце, не намазанное кремом лицо, моментально сгорало. Поэтому картинка с подъемника была такая унылая. Немного искусственного снега, приготовленного за ночь на трассах. И обнаженные бурые горы. Поэтому, если вы фрирайдер, то прежде чем ехать в Шахдаг, обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Теперь отправляемся в самый низ. Сначала спуск очень пологий, и местами приходится даже идти коньком и отталкиваться палками. А потом уклончик идет повеселее. Сама трасса не широкая, и если будет много народа, то это будет немного дискомфортно. Ну, например, как на Роза Хутор, если ехать с Розы Пит. Что это было, вы спросите? Это было мордой в пол. В один из моментов, благодаря жаркому солнышку и определенным таким гольфстримовским ветрам, был участок трассы, ну, скажем так, с растаявшим снегом, который стал немножко песочным. Света остановилась, объехать ее не получилось. И я, в общем, сделал вот так вот. Поэтому, видите, грязный, как свинья. Но зато какой контент. Лайфхак. Если вы едете и видите, что перед вами такой серо-желтый участок трассы, понятно, что он грязный. Обязательно, как катание по фрирайду, откидывайтесь максимально назад, для того, чтобы не повторить мой подвиг. Дальше трасса нас выводит на развилку. Если уйти налево, то синяя несложная трасса. А если пойти прямо, то красная, широкая, кайфовая. И забегая вперед, скажу, что эта трасса стала моей любимой. Так как впечатляющая ширина трассы и хороший уклон позволяют валить по ней прямо до станции гондольного подъемника. Здесь все мы, Света, Магомед и я, вооружившись разными камерами, поснимали друг друга в горнолыжной стихии. И вот что из этого вышло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно по этой трассе мы докатывались до станции гондольного подъемника. И здесь, в кафе на солнышке, делали передышку. Впивая чай, кофе. Да что уж там кривить душой. Пиво, опероль. И это были настоящие минуты удовольствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь погнали дальше. Магомед предложил проехать по самой длинной трассе, с самого верха до самого низа. И мы с ним рванули, оставив Свету опиролить на солнышке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если перейти от гондольного подъемника на соседний кресельный и проехать на нем небольшой отрезок, вы сможете спуститься прямо к отелям Шахдак, Пик Палас и Парк Шале. Либо же спуститься к отелю Зерве. И здесь находится еще одна мне понравившаяся трасса. Она, конечно, не такая длинная и широкая, но у нее есть свои прелести. Катаем по ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внизу на самом выкате, если уйти влево, можно классно заложить в вираж и эпично вылететь к подъемнику. А если проехаться прямо, то с дальнего подъемника можно уехать на левую экспликацию и там уйти на черную трассу. И, кстати, она тут не одна. По ней уже так отважно проехаться у меня не получилось. Когда начинаешь очковать, то техника сразу куда-то пропадает, и ты просто побеждаешь крутой склон, преследуя цель. Скатиться, не упасть, доехать. Скажу честно, что в последний день смелости играться и в катании было больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В лыжной школе мне рассказали, что в эти выходные здесь будет проходить очень интересное мероприятие. Соревнования по горным и лыжам среди непрофессионалов на кубок Гейдара Алиева. То есть среди таких же гостей курорта, как я, им не предложили заявиться. Я сначала подумал, да ладно, где я, где соревнования. А потом понаблюдал за остальными и понял, а почему бы и нет. Даже если не выиграю, то точно получу массу положительных эмоций. Решено, участвую. Друзья, представляете, волею судьбы мне достался номер 63. Что такое 63? Друзья, ну это же номер нашего Самарского региона. Представляете, а вдруг повезет. Надеемся, что родная земля поддержит своего спортсмена. Ну что ж, назад дороги нет, так не посрамим же родной Самарский край. Поехали, сделаем инспекцию трассы и разомнемся. Поднимаясь на подъемники до первой остановки, выхожу и погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаю пробный проезд. Трасса отличная, не слишком сложная, солнцем еще не растоплено. Мышцы размяты, но по сути спортсмены Самары готовы к соревнованиям. В процессе катания и нахождения здесь, на курорте Шахдаг, мы видим людей тоже в жилетках, которые уже готовы к соревнованиям. И вот один из молодых людей, так сказать, который сейчас нам тоже расскажет свою историю появления в Шахдаге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте, как вас зовут? Володя. Володя, Володя, откуда вы? Из Москвы. Из Москвы знаем такой город. Ну, как настрой перед соревнованиями? Отличный. Что вообще скажете про Шахдаг? Замечательное место, которое нам в том году посоветовал сосед. И мы приехали в том году. В этом восхищает состояние трасс, отсутствие очередей. Вот, поэтому забудем про все наши курорты на время. Вообще, это мой 65-й сезон на горных лыжах. И катаюсь вот в Подмосковье в горнолыжном клубе именем моего отца Гая Северина. Друзья, ну вы поняли, у меня теперь никаких шансов просто нет. Просто только на приз зрительских симпатий. Ты еще молодой. Я видел, как ты гоняешь. Я недавно заглянул в свой паспорт. А знаете, что написано? Что мне уже 47. Я хотел бы вас познакомить с одним очень важным дяденькой здесь. Это Рустам Наджафов, председатель горнолыжного комплекса Шахдаг. Рустам, ну расскажите, пожалуйста, какие основные особенности горнолыжного курорта Шахдаг? Горнолыжный курорт Шахдаг относительно недавно появился на мировой карте. Но что здесь хорошо, что так как курорт был построен с нуля, то есть вся инфраструктура была продумана. То есть с легкостью можно с определенных отелей попасть просто на слопы, имея локеры прямо в том же отеле, имея прокат лыж, магазин. То есть это основной плюс по сравнению с какими-то определенными другими курортами. Любой человек, любой турист на территории Шахдага может найти все, что угодно для его души. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три, два, один, го! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, друзья, вот, собственно, соревнования начались. Мы приехали на стартовую площадку. Если честно, я удивлен, что в теле образовался некий такой легкий мандраж, как будто на концерте, когда ты играешь на выпускном на пианино или еще как-то. Не знаю, с чем он связан, но достаточно новое для меня ощущение. Ну, в общем, будем пытаться побороть страх и волнение и просто прокатимся, потому что главное не победа, а главное участие. Соревнования проводились по всем правилам, на лучшее время. Было несколько категорий по возрасту и полу. Сначала откаталась молодежь, потом девушки, потом среднячки, так сказать. А меня с моим возрастом в 47 уже отнесли к последней, самой почтенной категории. Господи, как же скоротечна жизнь. Ведь еще недавно спрашивали, «Мальчик, а тебе есть 18? Видишь ли, пиво ему». «Да шучу!» Ну вот подошла и моя очередь. В общем, я погнал. Это самый эпичный кадр! Да, ребята, жалко со стороны никто не снял. Хотел красиво дотронуться до объектива головой, а получилось, что просто снес свету. Юмореско крутая вышла, прям вот для тиктока. Ребята, это удивительно, но пока у меня лучшее время. Ну, правда, нас и было-то всего двое. Ну, в общем, надеемся, что, собственно, из целых двоих я пока лидер. А теперь пора насладиться этой праздничной атмосферой. Тут вам и диджей, и бар, сделанный из снега с крутыми барменами, умеющими обращаться с бутылками и стаканами. Ну, прям целое бармен-шоу нам устроили. Солнце, музыка, опироль. Прям такой отличные опрыски уровней Италии или Австрии. Но только народа маловато, да и те, что есть, стеснительные какие-то. Эх, сейчас бы сюда мою шлеп-компанию. Мы бы зажгли, поверьте. Тем более, такие крутые музыканты выдают хит за китом. Это крайне популярная группа в Азербайджане, называется Денге. Вот. И сейчас они тут устроят настоящий расколбас. А я пошел за пиролем. Пришлось все брать в свои руки, как обычно, и спасать вечериночку. Время пролетело незаметно. Результаты подсчитаны. И пора вот этим красивым кубкам и медалям обрести своих хозяев. Сейчас начнется церемония. Интересно узнать, какой результат. Ааа, вот она! Первая медаль в горы, слышно? Нежданно, негаданно, а собственно занял второе место. Можно было бы и первое занять, но сам прочитал свою ошибку. Но, главное, как не победа, участие. Второе место тоже прикольное. Тяжелая медаль, настоящий. Но, если честно, моя первая. На этом я заканчиваю свое повествование по поводу каталки, но не заканчиваю шахдагом. И в следующей серии вы узнаете, что такое слипер или американские горки по-шахдагски. Про кого спела Максим в песне? Трусами, наверное, улетают гости, и мы у них спросим про это. Что же из себя представляет общепит на курорте? И какой он, спа-центр отеля Шахдаг? А прямо сейчас не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если вам понравилось это видео. Ну, а если не понравилось, то хотя бы поставьте лайк за то, что я занял второе место в соревнованиях по горным лыжам. И обязательно напишите комментарий под этим видео. Дело в том, что алгоритмы Ютуба понимают, что мое видео вызвало у вас, зрителей, интерес, и самостоятельно его начинают продвигать на своей платформе. И тем самым, незаметно, вот этими своими руками вы делаете мир лучше. Потому что чем больше будет таких, как я на Ютубе, тем меньше будет таких, как Бузова. И мир станет чище и прекраснее, и добрее, и лучше. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео. Пока!